Премьера в Астане. Казахфильм представил два полнометражных фильма о Нурсултане Назарбаве. Картины «Огненная река» и «Железная гора» — это часть киноэпопеи, путь лидера и продолжение уже полюбившейся казахстанцам художественной ленты «Небо моего детства». В сиквелах будущий президент уже не мальчик, а молодой юноша, который отправляется в большую жизнь вслед за мечтой. И там его поджидает немало трудностей. Игра актеров, спецэффекты и правдивость истории. В общем, все впечатления от премьерного показа наш корреспондент Анар Багазинова постаралась уместить в одном сюжете. О ком это кино, все знают. Здесь важнее, о чем оно. Создатели фильма через историю одного человека попытались ответить на вопросы целого поколения. Во что верить? Как добиваться того, во что веришь? Как не отступать от собственных принципов? И как делать мир лучше? Это правдивый рассказ о простом парне-трудяге, который однажды повел за собой людей, который однажды возглавил государство и про которого однажды сняли киноэпопею. Кино о президенте интересно казахстанскому зрителю. Именно поэтому появилось продолжение. Премьера долгожданных сиквелов собрала почти весь политический и светский бомонд. Позже в холле появились и актеры. В фильмах задействован блестящий состав. Опытные профессионалы и начинающие звезды. Вот редкий кадр. Коллеги в жизни, а на экране отец и сын. После щедрой раздачи автографов, фото для папарацци и беседа с Бибигульту Легеновой. Она сыграла в картине саму себя. Но больше всего вопросов к главному герою. Каково это быть президентом? Конечно, я не играл президентом. Тогда он еще не был президентом и даже не думал об этом. Он был тогда молодым человеком с горящим сердцем, ясным умом, золотыми руками и твердыми целями. Это человек, умеющий любить, дружить, уважать родителей. Это человек, поглощенный мечтой. Десять лет жизни Нурсултана Назарбаева удалось отснять за полтора года. Создатели фильма объехали всю Европу. Побывали в Латвии, Эстонии, Украине, Белоруссии и России. Все точно по следам президента. 200 часов отснятого материала и из них только 2 часа 50 минут вошли в итоговый вариант. Режиссер не исключает, что в будущем можно будет сделать многосерийную телевизионную версию. Впрочем, это пока только планы. А перед показом он еще раз акцентирует внимание на образе лидера нации. Вот как золото отсеивается, точно так же национальные кадры отсеивались, выбирались самые лучшие. И он оказался лучшим из лучших на тот момент. И этому подтверждение огромное количество документальной хроники того времени, где мы реально видим молодого президента. Его уже тогда заметили и фиксировали документально на кинопленку. Зрители спешат занять свои места. Окружив Наталью Оренбасарову, министры тоже дружно заходят в зал. Пара минут волнительного ожидания и, наконец, гаснет свет. Кино началось. В годы моей юности гремело название нового города Тимиртау, где строился один из крупнейших металлургических комбинатов Советского Союза. Я еще не знал, что меня ожидает, но уже был готов выйти навстречу своей судьбе. Конец 50-х. Время, когда закалялся президентский характер. Лидер стального поколения не боялся адских условий труда и холодных бараков. Он строил заводы, стоял у доменной печи и видел, как бурлила огненная река. Перед его поколением, перед ними хочется просто голову склонить и сказать, вот это здорово. Как вы могли построить тогда еще, в 50-е годы, такую махину? Эта картина не только о силе духа и рабочем подвиге. В ней есть место и для любви. Супругу президента сыграла актриса Мадина Ясманова. Историческую роль всегда, наверное, сложнее исполнять для артиста, потому что человека, который все знают, все знают, какой он был, это обязательно будет потом сравнение, какие-то вопросы. И поэтому, прежде всего, наверное, ставилась задача показать именно внутреннее какое-то состояние героини, то, что она была такой же девушкой, так же влюблялась. Я хочу с этим парнем, будь на край света. Это фильм такой, фильм не просто назидание, а фильм, который в правдивом смысле утверждает жизнеспособность каждого человека. И он в каждом человеке пробуждает его личность. Фильм полностью, целиком, полностью раскрывает его крепучую, его талантливую деятельность. Вот, пожалуйста, кто есть Назарбаев на сегодня. Я еще раз восхищен. Анарба Ягодинова, Бахтяр Рзаев, Антон Болтрушевич, Астана.